Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и это первое видео в этом году, когда я вот так сижу лицом к лицам. Как всегда, я помыла голову, мне захотелось записать быстренько видео, поэтому вот такие у меня волосы. Ладно, отходим в сторону. Сегодня я хотела с вами поговорить на разные темы по поводу моего канала. И это будет, наверное, необычное видео, потому что я буду просить у вас совета, и мне очень хочется с вами пообщаться, услышать ваше мнение, и от этого уже будет зависеть, что будет дальше. Давайте все поподробнее, и если вам нравятся такие бутологические видео, то оставайтесь со мной, и всем приятного просмотра. У меня тут сзади лежит блокнотик, я там написала некоторые вопросы, и сейчас будем с вами по ним проходиться. На самом деле это видео у меня спонтанное. Все началось с того, что, как вы знаете, у меня прошел проект декабрьского дневника в прошлом году, и я весь декабрь снимала влоги. На моем канале такого раньше не было, но я там буквально несколько выкладываю влогов, прям чисто такие влоги-влоги. Здесь же я сочетала и свою жизнь, и творческую жизнь, да, то есть я вам показывала, как мы здесь живем, что делаем, куда ходим, и также я показывала, как я оформляла декабрьский дневник. Вот для меня это все было в новинку, было все очень интересно, и я супер довольна результатом. Спасибо огромное, я столько комментариев и столько приятных слов не получала, наверное, никогда за свои 3 года ведения к каналам, и мне было безумно приятно, и я очень рада, что вот мы как-то с вами попали в одну такую стихию, да, и вам понравилось, мне понравилось, получилось очень супер здорово. Вот, ну прошло вот это время, декабрь закончился, и я продолжаю получать ваши приятные слова в адрес этого проекта, и вы просите, чтобы я продолжила снимать влоги. И вот здесь у меня загвоздка, я здесь заступорилась, и очень хочу услышать ваше мнение. Я не просит снимать влоги, мне это интересно. Более того, я вот каждый день, да, снимала выпуски, каждый день снимала влоги. Это очень интересно, это необычно, когда ты хочешь... Я часто хочу с чем-то вами поделиться, да, но не только творческой жизнью. И, ну, как-то все-таки у меня канал больше творческий, здесь больше именно скрапа, и очень странно, если я начну вам говорить, как вот я говорила там про медицину или про школу вообще, значит, показываю вам покупки, и тут хопа, а вы знаете? И начала что-то трындеть про Канаду. Но это было бы очень странно, но практика показала, что вам, наоборот, интересно все это дело узнавать. И не знаю, то ли за того, что вот именно мы в Канаде живем, если бы, наверное, жили в России, наверное, было бы меньше интереса смотреть на мою жизнь, или не знаю, почему так получилось, но вы просите, чтобы продолжала снимать влоги. И вот, я вот не знаю, что делать дальше. Хотела вас и узнать, у меня, как есть, да, то есть, например, влоги, если я хочу снимать, как бы вы хотели видеть дальнейший мой канал? То есть понятно, что у меня и до этого канал отличался от остальных скрап-мастериц, да, то есть у меня нету здесь платных мастер-классов, нет такого, чтобы мастер-класс за мастер-классом. Я не стою ни в каких дизайнерских командах, поэтому не могу показывать там какие-то свои задания по ДК или по ссылке. У меня в основном мой канал был, это я просто показывала свои покупки, которые я покупала за свои кровные деньги. Я не показывала, потому что я не делала на заказ, поэтому я не могла вам показать кучу всего сделанного, да, то есть я, то, что я именно делала, например, кисевые альбомы, и если они не супер личные, да, то я вам показывала, потому что, например, часто бывает такое, что я делаю альбом про свою семью, например, мы куда-то уехали отдыхать, и если я буду заклеивать постоянно лицо мужа, то это будет вообще, ну, просто будет партикартинка, потому что, например, он на каждом там развороте. А здесь, например, в картиокартинском дневнике, когда я тоже, у нее несколько есть личных фотографий, да, ну, там прям буквально, по-моему, штуки 3-4, все остальное я все-таки складывала в кармашки. Это было нормально, поэтому часто я вам альбомы не показываю, и получается так, что все-таки канал немножечко отличается. Давно я выкладывала влоговый канал, не влоги, а влоги выкладывала сюда, когда мы только переехали в Канаду, как там разбирала вещи, как мы собирались и так далее. Сначала их не очень приемлемо, я смотрю, все-таки набирают популярность эти видео, но я думаю, просто те, кто переезжают в Канаду, и вот им попадаются мои видео, или, например, там косметику я разбирала, но это, знаете, прям такие единичные случаи, в основном все-таки это у меня было творчество, это покупки, это оформление тревела, да, и буквально там, может быть, раз в месяц у меня выходил какой-то мастер-класс, именно мастер-класс тот, который был мне нужен, да, который просто я хотела вам поделиться, я не показывала, как сделать там мастер-класс с нуля, 10 эпизодов по 3 минуты и так далее. Вот, поэтому все-таки у меня, опять же, немножечко отличается. Но из-за вот этих влогов у меня сейчас стоит дилемма, что дальше делать с каналом. Снимать, продолжать, как я раньше снимала, но тут, знаете, небольшая такая загвозочка, из-за того, что я на скраб диете, то я не смогу больше показывать вам свои покупки. Это, кстати, большинство, что нравилось людям, потому что я одна из первых, кто получал здесь все новинки американские, да, потому что, например, сначала появлялась у меня, а потом пока дойдет до России, и потом уже в России девочки показывали. Здесь же выходит, или я, например, делала даже предзаказы. Но сейчас получается так, что покупок не будет. Вернее, может быть, штук 5-6 выйдет видео, которое я не стала выкладывать в январе, чтобы не путаться с своим проектом декабрьским, да. Поэтому у меня вот с того времени, еще с октября, ноября, декабря, да, как раз октябрь-ноябрь, потому что декабрь же ничего не покупала, октябрь-ноябрь, то у меня там еще есть, я вам есть что рассказать, у меня есть уже оснятый материал, и я вот буду его выкладывать. Ну вот у меня закончится, и все. И когда покупки у меня появятся в следующий раз, никто не знает, вообще никто не знает. Это может появиться там через 3 месяца, а может появиться через 2 года. Поэтому вот большая часть моих покупок, большая часть видео про покупки у меня пропадет. Надо бы чем-то его вот забивать. Как раз влоги. Вам они понравились, и как раз хотела узнать у вас, ваше мнение по поводу влогов. Как мне все-таки начать делать? У меня есть несколько вариантов. Первое, я буду снимать так же, как я снимала в декабре. Ну, конечно же, это будет не каждый день, да, но может быть там через день, через день, через 2 дня. Опять же, я буду вам показывать свою жизнь, и может быть в конце мы с вами будем оформлять что-то, например, свой travel, да, или я буду чисто показывать влоги. Это вот как бы такой вот продолжительный, прям часто, да, постоянно. Конечно, я буду там мешать с какими-то тематическими, именно творческими видео, но основное это будет влоги. Что мы, куда мы пошли, ну, конечно, я не буду хоть до маразма, ну, в общем, не буду там показывать, здравствуйте, я вот встала, а вот мой завтрак, а вот мой обед, тут я помыла, не знаю, полы, а вот еще что-то. То есть более такие информативные, как были в декабре. Может быть, куда-то мы поедем, что-то посмотрим, или дом будет интересный, или какие-то праздники и так далее. Это вот первый такой вариант, да, то есть часто и с небольшой перемешкой именно по творческим видео. Второе, это, например, выбираю месяц, ну, предположим, там январь, да, и одну неделю я посвящаю именно влогам, то есть 7 дней будут мне выходить влоги. То есть так, можно, например, часто так блогеры делают, например, недельный влог называют. Вот такой вариант. Или, например, я буду выкладывать влог раз в неделю или раз в месяц. То есть если раз в неделю, я буду потихоньку там что-то снимать-снимать, закомпоную, например, там на 30-40 минут и выложу, тебе расскажу, как я прошла в неделю. Или, например, раз в месяц, то это будет прям вообще такая суперужимка, грубо говоря, там итоги месяца. И, например, вам покажу некоторые эпизоды. Вот мы туда сходили, мы то-то сделали, как, например, я вот подводила итоги года, а так у меня будут итоги месяца. Вот такое у меня пока понимание о влогах. Напишите, потому что вот как вы решите, так я и буду делать. Потому что вы же смотрите, да? Я могу делать как угодно. Могу снимать через день, могу снимать раз в месяц. То есть мне это не принципиально. Мне, конечно, хочется, чтобы в первую очередь это нравилось вам. Поэтому вот буду ждать с нетерпением всех ваших комментариев. И большинство, кто про большинство, в общем, как сказать, проголосует, то мы в конце концов и сделаем. И надеюсь, вам понравится. Всё. В принципе, это всё, что по поводу влогов. Потому что, опять же скажу, я много получаю комментариев на эту тему. Все продолжают. И даже до сих пор, уже середина января, до сих пор мне говорят, мне нравились твои гладильные видео. Не, ну правда, мне тоже нравятся гладильные видео. Сейчас, знаете, когда скучаешь, только гладишь в тишине. И начинаешь сама с собой общаться. А не, кстати, знаешь, что я начала? Я начала смотреть сериал. Я вообще не знаю, как я до этого дошла. Но это очень удобно, когда ты или готовишь еду, например, или там убираешься. Ну, в общем, чтобы не сильно нагружать и не обязательно смотреть. Прямо как постоянно. Я начала смотреть «Полицейские срублёвки». Вот вообще не знаю, почему. Наверное, потому что мне очень нравятся главные герои. Вот не молодой, а вот который же в возрасте мужчина. Вот он мне нравится. Он вообще просто шикарно играет. И он прям вообще крутой. И вот, представляете, я начала смотреть сериал. Дожили. Вот, ладно, всё. По поводу влогов закрываем. Жду ваших комментариев. Также хотела бы узнать ещё по поводу видео следующее. Во-первых, опять же, небольшой анонс. То, что в этом году... В прошлом году всё-таки было меньше, но всё равно. В прошлом году, как вы заметили, у меня большая часть вообще видео была направлена именно на Трэвелс-ноутбук. На Мидоре. Мидоре. Именно Мидоре. Не Мидоре, пожалуйста. Мидоре. Почему я это говорю? Потому что продолжают кто-то... Просто интересно, кто сказал слово Мидоре? Вот кто это сказал? То есть, во-первых, скажу, да, что это не русское слово. Понятно. Мы это слово заимствовали. И очень срано, когда его коверкают. Я не понимаю, почему. Кто-то, конечно, говорил, что Мидоре. Я говорю, не, ну, ребят, ну, это не Мидоре. Потому что я пересмотрела уйму человек просто, англоговорящих уйму. Ни одного человека. Я не видела, чтобы он сказал Мидоре. Вот реально, ни одного. Порядка, наверное, 50 человек смотрела. Это минимум. Я думаю, даже больше, чем смотрела. Все говорили Мидоре. Вот. Ну, ладно. Мидоре убрали в сторону. В прошлом году было много по поводу Тен, по поводу Трэвелс-ноутбук. В этом году будет ещё больше. Я втянулась в эту, полностью, в эту тему. Обожаю. Просто вообще, не знаю, моя любовь номер один. Поэтому всё будет на эту тему. Если вам не нравится Трэвел, то, наверное, нам будет с вами уже не по пути, так как, опять же скажу, никаких мастер-классов на тему альбомов, каких-нибудь там огроменных, суперсложных переплётов у меня на канале не было и не будет. Максимум, что мы будем делать с вами какие-нибудь такие лёгкие альбомчики, которые на раз-два. Знаете, почему? Вот мне ещё хочется, я вам как и говорила, да, мне хочется внести в массы скраб и показать, что это несложно, что это легко. Я показываю, как делать вот этот Трэвел, да. Я специально показываю его максимально простым, чтобы каждый человек, вот реально каждый человек смог это сделать. Сюда надо вообще минимум всего, да. Во-первых, это супердёшево получается. Значит, фоамираны, не знаю, сколько стоит в России, ну там, пусть будет 20 рублей, да, ну это вообще просто максимум. Ткань, это вообще можно, не знаю, отрезать даже от рубашки мужа или ещё от кого-нибудь, да, просто отрезать. Клей супердёшево. Потом, например, поставить, как они называются? Я забыла, представляете? Поставить люверсы, да, но опять же, здесь всё-таки люверсы, это более такое декоративное, декоративную штуку служит. Но, в принципе, можно вообще без люверсов. Резиночки, ну резиночки тоже, там, не знаю, 5 рублей, да, моток, сколько он там стоит. И всё. Ну и скраб-бумага, если вам нужна. Если, например, это я делала вообще из ткани. Тетрадки тоже всё легко, то есть мне здесь ничего не надо. Никаких суперинструментов, ну, так если не ставят люверсы, то есть инструменты здесь даже не нужны. В отличие от, например, которые делают уже на основе, с этого, на основе кожа сама, или ещё вот каких-нибудь, там, взять на машинку надо, там всё как-то всё, так всё сложно. Я показываю, наоборот, всё суперлегко. И поэтому я продолжаю показывать. Например, когда я показываю вам, как сделать альбом, это максимально лёгкие. Самые, в общем, там, лёгкие начинаются от пружинки, да, а потом, например, переплёт тканевый. Именно не тот переплёт тканевый, который, наверное, прошивает, там что-то измерять. Как я, например, делала вот с фигурной машинкой. Если не видели, посмотрите, вообще всё супер, очень легко. Я вот поэтому продолжаю. Вот хочу, если буду, хочу и буду. Если я буду снимать дальше мастер-классы на альбомы, это будет, опять же, очень легко. То есть я стараюсь показать, почему я это делаю. Потому что, например, многие открывают, например, как сделать переплёт. И вот начинаешь смотреть, и просто вообще у тебя там волосы начались, как же это всё сложно сделать. Как всё это надо измерить, как надо всё это прошить обязательно, потому что без этого никуда. Ну и просто, вообще, мне кажется, у людей вообще пропадает интерес, а у другой, по-моему, просто, например, нет машинки. И что делать, если машинки нету? На что в видео говорят, не без машинки никак нельзя, только с машинкой всё так отвалится. Хотя, в общем, ладно, это я опять про всё другое ухожу. Вот, значит, мастер-классы какие-нибудь будут, но их будет, на самом деле, мало. Тревел с ноутбука будет у меня очень много. Мы будем с вами делать дальше вот такие же альбомчики. Мы с вами будем оформлять очень-очень много всего. Кстати, у меня запрос висит ещё с прошлого года сделать тревел с ноутбука из кожзама. Я как раз для этого специально покупала артузоровский кожзам и итальянский ещё. Я обязательно сделала, опять же, без машинки. У меня будет всё суперлегко. Если мы будем делать кармашки, они будут всё суперлегки. Но вот такой мастер-класс будет, я помню. Он у меня до сих пор, и всё, у меня, в общем, всё записывается. Обязательно это будет вот в этом году. Также по поводу оформления. Мы с вами будем оформлять так же и каждый день, например. Обязательно мы с вами сделаем, я вам говорила, кулинарную книжку на основе, опять же, в стиле Мидори, но на основе уже вот этих, я не знаю, как они, хальнитена, да, называются. Очень похоже на них. Это мы обязательно сделаем. Ещё книжечки хочу сделать по, не книжечки, блокнот, по просмотренным фильмам, сериалам и по книгам. Это будут такие тематические блокноты. У меня уже всё для этого готово. Будем снова, будем скоро с вами это всё делать. Вот, поэтому я надеюсь, вам тоже тревелы понравятся, потому что я смотрю, многие делают, многим нравится, так приятно. Вот, да, это второе. Третье. Как вы знаете, у меня появился 365 Happy Planner, который называется Miss Maker. Я вам его показывала в прошлом году, я его сейчас активно веду. И у меня вопрос такой возникает, надо ли снимать мне оформление. Почему, я спрашиваю, потому что если я буду снимать оформление, то так как там всё-таки записываю много личных дел, куда там что-то пойти, да, или ещё что-то, ну, вот реально какие-то личные такие дела, которые я не хочу сведеть на весь интернет, но я бы хотела показать именно само оформление. Вот будет ли вам интерес смотреть чисто оформление, но с пустыми вот этими ячейками, да, боксиками? Или это будет неинтересно? Или просто, например, делать обзор там раз в месяц, но опять же мне это всё блюрить, вот эту каждую штучку, вот, наверное, как-то сложно. Поэтому, в общем, не знаю, что с ним делать. Если вы не понимаете, что это, я внизу оставлю плейлист. Это я года два назад уже оформляла похожий такой же блокнот, и там именно было либо с задачей, которые я писала, либо без задач. И, в общем, посмотрите, интересно будет или нет, потому что, ну, снимается достаточно тоже долго, всё это надо передактировать, но опять же, если посмотреть не будет, то я не буду всё делать в оклад, потому что на русском ютюбе, опять же, мало всё-таки по поводу блокнотов. Не знаю почему, сейчас всё ушли в bullet journal, и вроде бы, да, именно вот в эту стихию. Мне буллеты вообще не нравятся. Для буллета всё-таки, я считаю, надо очень красиво рисовать, потому что если руки из папы вылезнут, например, как у меня, да, то есть я не смогу даже ровно начертить там квадратик, потому что там говорить уже о каких-нибудь красивых завитушках. В этом вся прелесть, потому что в буллете не принято там приклеивать наклейки или ещё что-то. Там всё-таки надо именно от руки. Я с этим не дружу, поэтому только вот такие готовые планеры покупаю. Так, а, кстати, по поводу ещё влогово. Я и забыла, написала, а забыла сказать. Если вообще вот эта вся тематика неинтересна и не захочется вот всё-таки путаться с творческие, да, каналы и влоги, у меня есть отдельный влоговый канал. Я его немножечко забросила. Почему я забросила? Ну, скажу честно, потому что когда привыкаешь уже к определённым просмотрам вот здесь, то когда там выкладываешь на влоговый и видишь, что посмотрело 20 человек, а ты, в принципе, знаешь, что если, например, выложишь сюда, то посмотришь много больше людей, а ты тратишь на оформление, на съёмку одинаковое количество времени, то, конечно, немножко обидно. И вроде сначала выкладываешь, выкладываешь, но потом смотришь, как бы людей немного, а его тоже надо сильно как-то раскручивать, да, и так далее, то вот как-то всё это дело угасает. И я вот хотела узнать, если вам нравятся влоги, то я, в принципе, могу выкладывать и на влоговый канал, прям чисто буду на влоговый канал. И вот напишите, как вам лучше подписаться на два канала или быть на одном канале, чтобы здесь были влоги. В общем, думаю, вы поняли. Потому что где-то год назад, где-то так, или даже больше, я когда-то проводила опрос, вообще проводила опрос, снимать ли влоги, мне сказали не снимать. А потом второй раз я проводила опрос, снимать ли влоги и выкладывать здесь или на влоговом. На что мне сказали, что не надо ни в коем случае смешивать, типа, лучше влоги это влоги, а творческий это творческий. Вот, поэтому сейчас я поняла, что ситуация немножечко изменилась, влоги нравятся людям, поэтому напишите. Если вы за влоги, но не здесь, а на влоговом канале, то тоже обязательно пишите. И если будет большинство, тогда мы все дружненько перейдём на влоговый канал. Вроде бы всё, про влоги поговорили, про это, какие у меня будут видео поговорили. Теперь я хочу ещё... Мне что-то влога так забрело, вообще, конечно, давно это у меня было уже в голове, но вот сейчас я решила этим делом заняться. Это поменять полностью заставку на своём канале, поменять оформление, поменять картинки и поменять название канала. На что у меня, опять же, к вам вопросы. Первое. Кто-либо вообще заходит на каналы и смотрит ли вот эти шапки, знаете, которые оформлены. Например, сейчас шапка оформлена в стиле лета, то есть мы когда ездили в Турцию, по-моему, там очень, конечно, красиво такой был кадр, там уже закат, и вот эти пальмы, и море, ну, в общем, красота. И я тогда вот поставила вот эту шапку, но я не знаю вообще, смотрит ли кто-то. Знаешь, я честно на шапки не обращаю никакого внимания, это вообще просто ноль. Я когда захожу к человеку на канал, например, к новому человеку, я просматриваю только видео. У меня никакой разницы, что у него стоит в шапке, вот вообще в основном ноль. Иногда что-то интересное там, я просто смотрю, о, ну да, интересно, но плюсик там или минусик, или если какой-нибудь там супер будет шапка, я на него не подпишусь, если мне видео не понравится, да. Но я поняла, что всё-таки это больше у меня творческий канал, и надо пойти в эту стилю, а не показывать красивый закат в Турции, поэтому я подумала сменить фотографию. На что мне вопрос. Смотрите ли вы вообще на шапки, и надо ли с ними как-то выморачиваться, заморачиваться или нет? Первый вопрос. Второй вопрос. У меня есть иконка. В иконке у меня фотография. Опять же, кстати, сделана в том же месте, в Турции. Я там стою, в общем, попой к кадру. Вот, опять же, это совершенно не творческая фотография, да, то есть смысла она особо не несёт, кроме как же там девочка стоит. У меня вопрос. Запомнили ли вы меня по этой фотографии? Потому что я, кстати, обычно вспоминаю по фотографии, а не по нику. Хотела бы узнать, если я поменяю фотографию, отпичьете ли вы от меня? Поймёте ли вы, что это я или нет? Потому что мне захотелось, опять же, поменять. У меня есть несколько задумок на эту тему, и вот я вот так и думала, поменять, не поменять. Если вы меняете, вообще узнаете ли вы меня? Это второй вопрос. И третий вопрос. Я хотела поменять название. Опять же, всё в тему своего творчества. Всё-таки Танюшка, ну, Танюшка и Танюшка, и меня больше ассоциируют, когда я смотрю это видео, меня ассоциируют не просто с Танюшкой, а Танюшкой из Канады. Ну, и писать Танюшкой из Канады мне не хочется с головки. Ну, потому что это было бы как-то странно, если бы я чисто в облогах писала. Я, может быть, так бы и написала. Но всё-таки это творчески, поэтому я хотела немножко переделать. Я придумала уже название, там было бы будет прям целое название, не одно слово. И опять же, хотела бы вас узнать, помните ли вы меня как Танюшка? Или я могу изменить и ничего? То есть вы меня и так найдёте или нет? Надо ли мне вообще сейчас будет менять своё имя? И я просто думала, если менять, то, наверное, надо как-то поочерёдно сначала фотографии, а потом и название. Или вас наоборот, наверное, да? Среди нёрдов. Среди кого? Что там остановилось, меня перебили? А, менять ли мне заставку и картинку? Или нет? Потому что я думаю, сейчас вообще всё поменяю, от меня все отпишутся и подумают вообще, кто это такая у меня в этих записях. Вот. Так что, опять же, насчёт этого я всего думаю. Это по поводу вот самого оформления. Ещё, кстати, я думала по тому, чего бы мне ещё добавить на канал. Это в виде новых кин-серий видео. У меня уже есть некоторые. Как раз сейчас я хочу и снять, попробовать посмотреть, понравится вам или нет. Вот. Так что, да, как всегда, в общем, тем у меня много всего. В голове куча. Хочется всего это вам показать, рассказать. Так что, буду, в общем, ждать все ваши комментарии, все ваши пожелания. Обязательно всё прочитаю и очень жду вашу поддержку, чтобы вы мне уже указали путь истинный. Иногда я уже начну всё снимать, потому что, честно, у меня уже голова кругом. И не знаю, куда мне уже пойти. Мне хочется, знаете, прям как-то уже и начать действовать. Так, что я ещё хотела сказать? Опять же, если есть какие-то вопросы, есть какие-то пожелания, если вы хотите, чтобы я что-то сняла, то обязательно пишите. Потому что, как у нас было в декабрьском проекте, да, то есть, девочки, вы мне писали, что вы хотите, чтобы я вам ответила, да, рассказала про какую-то определённую тему. И я вам рассказывала. Это было очень здорово, что вы мне запрос даёте, я вам отвечаю, вы довольны, я довольна, все довольны. Вот, поэтому, да. И закончить я хочу на очень приятной теме. Знаете, на какой теме? Вчера был очень классный сюрприз. Я думала, что моя одна подписка, она закончилась в декабре. Но оказалось всё-таки, что она проплачена до января. Потому что, насколько я потом уже вспомнила, там всё-таки на месяц вперёд идёт. То есть, если я, например, заплатила, там, грубо говоря, в декабре, то мне будет идти до февраля. То есть, плюс один месяц. И я была просто вчера удивлена. Я пошла вчера на почту, ничего не ожидая. И тут я получаю от сэмплера, шумят, от сэмплера небольшую такую посылку. Это было просто мега круто. Вы не представляете, мне как очень сложно сидеть на скрабде 9 ничего не покупать. А тут реально подарок, которого ты не ждёшь. Я, честно, была в шоке. Знаете, что они так положили? Я вам сейчас покажу. Как всегда, там идёт вот в наборе вот такой пакетик. В этом пакетике различные украшалочки. Но первое, что я заметила, всё так скреплю. Бабертик был ещё такой толстенький. Я такая думала, что там такое? И первое, что я замечаю, это обложка. Представляете, обложка. Обалдеть. Обложка от Webster Pages. Я просто была в шоке. Я такая смотрю, ну что? Обложка. Если вы помните, вообще вот эта месячная подписка стоит всего 12 долларов в месяц. 12 долларов в месяц, это вообще просто ни о чём. Это, не знаю, 4 буханки хлеба. И мне приходит вот это. Я решила реально посмотреть, сколько она стоит. Потому что я понимала, что она вообще не стоит 12. Она стоит 37 долларов. 37. И мне сюда её положили. Она мега крутая. Посмотрите, мне так понравилось. Это маленький размер. Это называется Pocket Size, по-моему. Опять же, в стиле Midori, да. То есть, здесь 4 резинки. Но она классная. Вообще, знаете, вот чтобы с собой брать, здесь уже есть и кармашки, и лупы для ручки, и здесь ещё кармашки. Она вся закрывает на вот эту резиночку. И вот здесь лежит уже один блокнотик для неё, представляете? Это прям вообще не знаю, Generous реально. В общем, вот так выглядит. Просто обычный блокнотик. Он у нас в линейку. Это очень здорово, чтобы брать с собой число для записи. Это не очень хорошо. По travel подходит именно, чтобы там как-то оформлять для фотографий. Потому что всё-таки мало. А просто сделать какие-то заметки. Это очень круто. Я решила, что отдельно снимать не буду. Вам сейчас быстренько покажу. Здесь, в принципе, на самом деле, немного. Ещё что мне понравилось, это положили вот такую... Вот такой маркер, линер, он... Это American Crafts. Называется Sleek Writer. Это для того, чтобы писать... Как они говорят? Слика... Как это Sleek? Ой, как вам сказать, что такое Sleek? В общем, если вы будете писать обычным маркером на вот таком пакетике или на цитатном листе, если вы что-то напишите, да, и потом так рукой проведёте, вы всё смоете. Как это называется? Это что-то как гладкая поверхность, что ли. Вот. Здесь же вот этот маркер, если вы сейчас что-то напишите, он здесь Quick Dry, то он очень быстро засыхает, и с ним ничего никуда очень не девается. То есть это очень мега круто. У меня батарейка садится. В общем, всё. Основной этой бумажки я вам покажу в следующем видео. На этом мы с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Жду ваши ответы. И увидимся с вами скоро. Пока-пока. Фу, я успела, пока батарейка не села.